пойдем не хочу то есть получается если у него вес будет добавляться она будет закручиваться как спирал все хорошо мы тебя все равно любим тебя все любят ты красавица попытались взять кровь но тут столкнулись с проблемой что кровь у нее очень очень густая привет на манеже все те же это канал хвоста то и счастье и его ведущий волков сергей друзья у нас поездка в клинику с горцем это у нас алабай который к нам приехал из с югов нашей родины в общем у него не разгибаются лапки нормально и у него в этом плане проблемы мы сейчас поедем на прием и узнаем сможем ли мы ему помочь или нет с утра ничего не успели сделать прием у нас по записи торопимся в общем все как обычно все как мы любим пойдем пошли так надо прогуляться немножко не накакахали поездки в общем приехал он к нам из корочаева черкесии видите у него лапки не разгибаются это скорее всего генетическая предрасположенность вот и плюс плохой корм у нас была собачка с похожими проблемами но она была маленькая и как бы для него для него это было ну тоже мальчик для него это было не так критично говорится вообще молодец у него и веки текут глазки то есть заворот века скорее всего так вот задумчиво стоим нюхаем цветочек да вот такая собака большая вообще получается собака замечательная очень человекоориентированная очень дружелюбная к людям к людям да с другими собаками пытаются выяснить отношения торец мы наверное не туда пойдем мы наверное пойдем в другую сторону потому что надо садиться у нас времени в обрез пойдем пойдем к машине не пойдешь надо идти пойдем он у нас худющий с одной стороны это плохо состояние организма вообще показатель да то есть что не доезжает с одной стороны с другой стороны если бы он был нормального веса какой его должен был бы быть то ему было бы сложнее была бы больше нагрузка на неправильно сформированные суставы и они бы просто напросто разрушались даже несмотря на то что вот у него вот такие вот суставы такие лапы он довольно таки сильно тянет и с ним тяжеловато вообще он молодой 8 месяцев 3 метра пойдем 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 вот типа запрыгал запрыгал пошли там мама галя сидит ждет молодой парень такой вот так вот видит идет да вот такой вот горец пойдем пойдем вот ты красотун вот ты красотун такой шагает да молодец у меня заяц сейчас у нас будет загрузка иди сюда иди сюда давай горец пойдем ну тут мне очевидно придется выключить сейчас камеру потому что мне по-другому одной рукой не загрузили мы поехали не только с горцем у нас еще едет Стефания Стефа это маленькая собачка вот это вот из Челябинска да у нее проблемы видимо очевидно с зубами потому что у нее она стала очень плохо кушать очень плохо стала кушать хотя кушать хочет то есть она пытается взять берез и потом клювывает и у нее очень сильный запах из пасти я так думаю что у нее проблемы с зубами но дело в том что она вот кашляет и плюсом когда мы ее забирали нам сказали что у нее есть проблемы с сердцем поэтому я не знаю как быть в этой ситуации но едем к врачу все как обычно едем не одни едем с тапом как говорит Галя вот единственное то что у нас конечно утро все сдвинулось но в любом случае ехать надо в общем давай съездим посмотрим машина да машина как в большем городе фактически а красота то какая у меня как обычно все самое вкусное самое вкусное это надо достать горца пристегнуть его к поводку побежали молодец иди сюда давай пойдем давай пойдем не хочу ну че ты лег давай заходи вот это да конечно минуя все ладно я заикарился пошли 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 пойдем давайте позволяет возраст какой у нас 8 месяцев сказали нам уже 9 лет так ну пойдемте на рентген сразу мы благополучно просканировали горца чтобы посмотреть что у него там с костями вот что доктор смог выявить значит в норме у нас должна быть лучевая кость иметь общую суставную поверхность с блоком плечевой кости вот здесь у нас практически сустав так скажем не замкнутый и площадь контакта только с полулунной вырезкой но эта полулунная вырезка тоже несколько деформирована поэтому он так и ходит у вас то есть сустав по сути просто аномалия развития сустава я думаю что это врожденное и на той и на другой лапе так что одинаково да а не делают суставы замены ну как бы там механические спортизирование ну делают но как вот его сюда прикрутить большой вопрос пусть это такая как разрушенная да так она вот и завернулась она наложилась то есть они вот так вот параллельно друг другу находятся то есть если вы по толщине посмотрите то область локтевого сустава очень широкая это как раз потому что ручевая косточка уходит не туда куда надо да в сторону то есть получается если у него вес будет добавляться она будет закручиваться как спираль у нас в принципе вот этот сустав нестабилен он конечно ходит осторожно и все такое подосочные поджары на текущий момент за счет этого и приспособился хотя бы так ходить на лапах то есть минимум активности минимум движения да нет двигаться можно и нужно но следить за весом и эти эта подвижность должна быть дозированная так скажем без каких-то значимых нагрузок если он двигаться не будет то у него мышцы атрофируются и он совсем не сможет качественное питание массажи приветствуются если это кто-то будет делать но это все пожизненные рекомендации кормить обязательно со штативом потому что полусогнутые у него они по жизни полусогнутые но если он их еще будет ниже сгибать нагибаясь к миске это доп нагрузка на связочный аппарат ну как будто бы наружный угол нижнего века чуть-чуть подвернут ну совсем чуть-чуть ну потому что у него иногда он вроде прям как будто глаз дали слезится и глянится а иногда вроде как ничё попробуйте гидрокортизоновую глазную массу применять и сейчас вот дождемся прохладного времени года когда пыли все ну собственно уже дождались наверное должно быть получше если потом после этого курса будет рецидив то да небольшая пластика что я не посмотрел он кастрирован нет еще ну вот после кастрации за весом следить и можно совместить с кастрацией операция большая дальше в ход пошла Стефания мы рассказали Николаю Сергеевичу о ее состоянии в связи с тем что она ничего не ест мы предположили о том что у нее болят зубы хотя Галина осматривала ей рот и шатающихся зубов не обнаружила Николай Сергеевич стал ее осматривать проверил визуально осмотрел и сказал что проблемы не в зубах заключение можно сделать только если мы сдадим кровь на анализ попытались взять для анализа кровь но тут столкнулись с проблемой что кровь у нее очень очень густая и практически выдавили только одну капельку этого было очень мало в связи с чем ветеринар принял решение о том что лечить будем симптоматически а после всего забрали наших питомцев в том числе и шалуна и мы провели операцию подрезали кость убрали потому что там уже начался некроз тканей и зашили все это ветеринар сказал о том что в принципе там образуется костная мозоль и должно все срастись и кот будет ходить он будет немножко хромать но тем не менее будет жить полноценной жизнью вот и так вот в пятером мы поехали домой все мы готовы ехать домой мы пришли и сели в машину будем ждать маму Гарю да давай не грусти все хорошо будет все будет хорошо вот такая умная мосья у меня все хорошо мы тебя все равно любим тебя все любят ты красавец ты умница да ты умная собака да умная собака так сейчас у нас получается Галина заплатила за это шалун это за шалуна оплачено 8 хвостиков на самый большой счет здесь потому что кастрация была и собственно операция сама и это у нас хвостик мы докупили за Филиппа потому что он у нас еще 3 дня был в стационаре вот это сегодняшний которые приехали это за Стефанию а вот это за горца вот купила еще на 14 хвостиков вакцины для кошек 20 штук вот и упаковки ну и шалуна забрали да забрали шалуна одну из двух показали товарищей вот друзья у нас получилась вот такая поездка приехали с двумя питомцами уезжаем с тремя ну мы забрали шалуна он у нас после операции восстанавливался к сожалению у горца все плохо в том плане что восстановить лапа у него не получится у него закрученные кости прям покажем снимки рентгеновские есть мы поедем с черкесом на операцию его отвозить и я так думаю что покажем ухлынину эти снимки что скажет он может быть он возьмется какую-то альтернативу предложит может быть просто Николай Сергеевич каких-то новых веяний ну он да он не специализируется по суставам по в этом плане да то есть тут вытягивать это самое ну не знаю посмотрим покажем в лоб не дадут да да нет нет по поводу Стефании что там значит у Стеф кардиологический кашель по зубам да есть один зуб который ее беспокоит но это не фактично а вот назначенное лечение симптоматическое то есть будем смотреть будем наблюдать лечить и наблюдать как это все лечение направленное на что то чтобы купировать состояние чтобы она кушать на челом а как симптоматически лечить чем у нее очень густая кровь не получилось взять анализы айнил стамарджил аразим гель и внутривенные инфузии рингер на рингер аскорбин гадексаметазон показаться да попозже написали посмотрим если ей лучше не станет то конечно же надо показаться будет ну в общем вот такая вот у нас информация получается ну и сейчас у нас еще шалун добавится будет шалить в общем друзья спасибо огромное что досмотрели это видео до этого момента если вам ролик понравился ставьте лайк в комментариях давайте пожелаем как под нашей доброй традицией пожелаем горцу пускай у него найдется все-таки решение его проблемы потому что собака классная он замечательный парень молодой да и он адекватный он адекватный он адекватный он не управляемый конечно вот он не воспитанный он не воспитанный просто поэтому давайте пожелаем пускай у него решение его проблемы все-таки найдется с шалуном тоже надеюсь что мы его сможем все-таки пристроить давайте шалуну пожелаем найти дом да это это самое главное поделитесь ссылкой в соц сетях с друзьями возможно какая-то информация кому-то будет полезна то есть может быть кто-то увидит узнает как это бывает что бывает допустим по горцу да то есть это вот показатель того что собаку просто отпускали побегать и она питалась не пойми чем то есть это получается что вина хозяев то есть если некачественно кормить то можно довести собаку вот до такого состояния ну и не затягивать нельзя затягивать во первых же признаках у крупных у собак у щенков крупных пород нужно бежать в клинику потому что потом это может быть необратимо просто да вот такие вот пожелания хочу вас пригласить в пятницу по пятницам у нас прямой эфир на канале причем у нас прямой эфир идет дублирующийся если бывает так что плохо слышно на основном канале на стриме и я включаю параллельно прямой эфир на канале Тейл Хаппинес поэтому переходите подписывайтесь на наш канал второй дублирующий Тейл Хаппинес там мы в течении двух часов как минимум отвечаем на ваши вопросы то есть если мы вдруг в комментариях здесь не ответили не потому что мы такие супер супер пуперовские просто никогда вот приходите на прямой эфир там мы ответим на ваши вопросы также заходите в наш телеграм-канал Хвостатое счастье там у нас идут все новости в онлайне и есть обсуждение там тоже можно задать вопрос тоже можно пообщаться вот такая у нас получилась поездка еще раз огромное спасибо что были с нами огромное спасибо что нас поддержали поддержали просмотром кто-то поддержал денюжкой тоже огромное спасибо причем бывают пишут что извините что вот немного прислали ничего это не бывает маленьких сумм не бывает маленькой помощи помощь либо она есть либо ее нет еще отдельно хочу сказать перебила тебя огромное спасибо бывают приходят помощь денежная финансовая да и сообщение пишут что это вам от моей ушедшей на радуге там животинки да там память о моем тузике к примеру это здорово это замечательно когда человек в память о своем любимце ушедшим старается помочь быть домашем спасибо большое огромное огромное спасибо вот без вашей помощи мы бы ничего не сделали это все благодаря вам вот ну а мы поехали у нас день вовсю в разгаре а еще куча куча дел вот приходите к нам я еще раз говорю на прямой эфир а мы с вами еще скоро увидимся потому что у нас будет новое видео вот пока не знаю какое посмотрим берегите себя берегите своих питомцев всем пока-пока пока-пока все руки заняты у меня все руки заняты у меня ха-х 11